всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл мне на тест привезли самокат достаточно интересный здесь просто слишком много всего я в процессе обзора все расскажу поделюсь своим впечатлениями что-то мне здесь меня впечатлило и что-то мне не очень понравилось но в целом ощущение от самоката остались интересны учитывая что он стоит 26 с половиной тысяч рублей на момент когда снимается обзор давайте же разберемся что здесь нравится что реально очень круто а что можно было бы доработать и самое интересное что компания дает гарантию три года на свои самокаты есть сервисный центр по всей россии я насчитал 29 на данный момент когда снимаю обзор и гидроизоляция и степень защиты ip56 то есть под воду конечно его погружать нельзя но дождь он точно выдержит здесь действительно все покрыто герметиком и я даже посмотрел задний стоп-сигнал например и как говорит производитель но проверить я это сейчас конечно не могу можно кататься до 15 градусов мороз согласитесь звучит все довольно таки круто но давайте по порядку начнем первое хочется сказать что седло я с собой просто не взял она мне больше мешает седлом это какой-то такой дедовский самокат получается знаете на дачу какую-нибудь еще суда тележечку очень возить на киш приколос на самом деле самокат совершенно такой современный кататься на нем прикольно седло можно снять легко и оставить дома но если любите кататься сидя пожалуйста продается он вместе вместе с сиденьем единственное что отмечу это неудобно в отличие например от складного руля то есть высоту руля можно сделать больше или меньше есть специально такой вот как на велосипедах ручка самокат оснащен примитивнейшим бортовым компьютером точнее его наверно бортовым компьютером назвать нельзя это просто лсд дисплей на котором показывается заряд батареи и все больше ничего но зато есть ключики ключ к при том 2 идут комплекте это реально круто как будто от у тебя какой-то мопед мотоцикл то есть ты поворачиваешь ключик и все самокат включен питание включено есть из разумеется фара передняя есть задний габаритный огонь и когда нажимаем на тормоз тормоз кстати очень хороший барабанного типа встречается крайне редко он действительно лучше чем дисковый тормоз я убедился и мало того когда мы едем то есть на полном газу например то мы можем тормозить в этот же момент это удобно но я подробнее расскажу как он тормозит как он едет сейчас есть конечно же обычный такой зуммер сигнал он реально очень громкий из дороги всех просто распугаете еще один нюанс это когда вы очень удобно например едете и впереди идут люди и вы когда начинаете тормозить барабанный тормоз он шумит такой достаточно приятный низкочастотный шум люди услышат уже оборачиваться уходит с дороги прикольно я реально сравнивать дисковым тормозом барабанный мне зашел намного намного лучше кроме того отмечу что в отличие от дисковых тормозов когда нужно с собой носить отвертку пассатижи здесь мы просто одной гаечкой просто подкручиваем большую или меньшую степень торможения очень удобно ладно дальше ручку самокат складные разумеется это удобно потому что тогда можно взять самокат в транспорт как я собственно и сделал я приехал сюда на метро и на автобусе на место съемок разумеется сам самокат также складной весит он 16 килограмм можно взять его с собой в метро в транспорт в автобус положить багажник машин такая конструкция лично мне кажется наиболее удобно потому что как закрыть так и раскрыть ручки получается очень быстро и совершенно без проблем удобно реально конструкция и ручки не болтаются они мощные что касается скорости дальности пробега тут 12000 миллиампер час батарея это очень много как мы понимаем и по заявлению производителя зависимости от веса опять же там калитров до 35 должно хватать что действительно много как я считаю и могу сказать что я катался на нем не засекал могу единственное что сказать что я покатался первый раз порядка минут наверно 30-40 ну с перерывами где-то на светофоре останавливался у меня одно деление из четырех только ушло то есть 12000 миллиампер час это действительно очень большая батарея и хватать в зависимости от вашего веса может надолго то есть по расстоянию на большое расстояние можно на нем уехать даже я большой тяжелый там чуть больше 100 килограмм вешу и мне это я просто езжу 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 раз одно деление долой едешь 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 катаешься еще время идет катаешься все еще одно деление долой потом включаешь у тебя опять три деления 4 тоже просто неубиваемый на самом деле а что касается ручки газа то ребята она мне не нравится объясню почему и не дело не в том что я привык кататься на самокатах на которых такая ручка просто курок газа она бывает удобно бывает неудобно здесь как на мотоциклах на мопедах там на скутерах но это не очень удобно мне приходится как делать как-то так вот изгаляться потому что ее так быстро не отпустишь в отличие от курка газа большим пальцем раз и отпустил здесь неудобно единственное удобство удобство этой ручки если вы едете куда-то по прямой долго когда постоянно нужно по городу например тормозить тормоза кстати тоже расположены не так и удобно но можно их немножечко конечно поменять местами не удобно нормально придираться не буду ручка металлическая кстати вот я бы предпочел данном случае курок но возможно кто-то со мной не согласится скажет давид нет наоборот ручка газа это то что самое удобное тут дело вкуса дальше ручка прорезиненные вопросов никаких нет ручки сами по себе удобные дека она не прорезинена но там такой материал не скользкий я пробовал на нее воду наливать ноги в принципе не скользят это не чистой воды не резина не наждак но тоже производитель каким-то образом не знаю что за материал на сайте информации не нашел крылья разумеется защищает от брызг воды есть передние амортизаторы колеса очень важно понимать колеса здесь цельные цельно резиновые они не надувные 8-дюймовые заднее колесо это мотор колесо учтите это и в отличие от многих самокатов на которых нужно оттолкнуться ногой потом поехать здесь старт происходит сразу поэтому ключик он просто реально здесь не для понтов а он необходим самокат например вы поставили выключили ребенок подойдет если он просто нажмет ручку газа самокат сразу поедет поэтому ключик это такая предосторожность но кроме того ключи это реально удобно ваш самокат ну на нем никто не уедет, если вы зашли на 5 минут в магазин. Ну, тащить могут, но это уже другой вопрос. Так вот, что касается мотор-колеса, мощность его 350 ватт, там же и барабанный тормоз, и именно оно заднее. 350 ватт, это хорошо. Даже большого тяжелого человека в не слишком высокую горку он затянет. Высокую, конечно, нужно поддавать ногой, либо уже газа. Тут понятно, самокат такой средненачального уровня. Комфортабельность езды. Ну, дека достаточно широкая. На ней удобно стоять, единственное, при условии, что сидение вы снимаете, как я почти сразу и сделал. Конечно, все эти неровности, плитка собянинская, московская, знаменитая, которая уже почти не осталась, но еще есть. Разные какие-то неровности. Конечно, переднее колесо, оно их амортизирует, но заднее не очень. Тут секретов никаких нет. 8-дюймовое колесо, не надувная покрышка и амортизатор только один передний. Тут физика, с ним ничего не сделаешь. Трясет, но терпимо. Просто нужно знать, что вы покупаете. Само ощущение от езды, он достаточно резвый. Я уже рассказывал, что тянет даже в относительно небольшую горку. Тут полный порядок. Мне нравится, как он ускоряется, не слишком быстро, не слишком медленно. Очень нравится, как он оттормаживает барабанным тормозом. Я уже, наверное, третий раз про него говорю, но это реально круто. Это реально очень крутой тормоз. Если бы я себе брал самокат, это было бы для меня барабанный тормоз преимущество. Реальное преимущество. Что нравится, скажу, и что не нравится. Еще раз, некие итоги. Конечно, очень круто, что за эту цену производитель и сиденье положил в комплект. Если вам удобно, действительно, можете ездить на сиденье. И сделал гидроизоляцию. То есть под дождем IP56 это круто. Под проливным дождем с ним ничего не будет, как говорит производитель. Сделал даже возможность, как я понял, изоляцию, чтобы утепление... Там не написано, но написано, что на сайте можно до 15 градусов морозом пользоваться. Конечно, трехлетняя гарантия и сервисы во многих городах России на сайте можете посмотреть. Барабанный тормоз, 350 ватт колесо, ключик, мелочь, ну, мне действительно прикольно, нравится. Что не нравится, наверное, это несколько вещей не очень критичных, но, конечно, я их озвучиваю. Фара. Она очень слабая, и я бы ее просто снял, выкинул бы нафиг и поставил какую-то другую фару, запитал бы, вон, питание есть. То есть фара очень слабая. Габаритный огонь сзади нормальный, и когда притормаживаешь, загорается стоп-сигнал, и сам по себе нормальный. Но передняя фара никакая. Кроме того, она, опять же, на шестигранник, либо на гайку, поэтому, если она вдруг в процессе у вас упадет, если с собой инструментов нет, пальцами вы все это дело не завернете, неудобно. Я бы какие-то, опять же, нашел такие вот в магазине. Ну, что-то бы сам доделал, честно говоря. Вообще, на самокате много разных ключиков, много разных гаечек, но большинство из них один раз собрали, и не трогаем. Дно самоката, кстати, почти ровное, только впереди, как видим, есть несколько болтов, и сзади провода. Опять же, они покрыты герметиком, когда они заходят в задний стоп-сигнал. В остальном, самокат, кстати, собран хорошо. Единственное, вот этот вот защитный кожух, он уже начал, это из такого пластика, выглядит не очень красиво, но, по крайней мере, защищает. Самокат, разумеется, это металл, само собой. Знаете, такое мнение однозначно положительное об этой модели. То есть, я ее действительно мог бы кататься на ней сам, рекомендовать знакомым, зная вот эти вот недостатки, что некоторые вещи просто нужно самому доколхозить, грубо говоря, что-то там переделать, фонарь переделать, однозначно. Сиденье, если делаем, обязательно ставить ручку такую, как на велосипедах, те выворачивать. Ну, опять же, цена 26500 за самокат с большой батареей, с таким хорошим оснащением, я считаю, это хорошо. Опять же, судить вам. На этом у меня все. Как всегда, я желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok